Мне предложили офигенную землю для нового поселка. 16 гектаров, в крутейшем месте, 40 километров от Москвы по Новорижскому шоссе. Сосны, вот так вот излучены реки, а я отказываюсь. А знаете почему? Потому что я задолбался это все строить. Потому что на всех моих стройках зарабатывают все, кроме меня. Подробности расскажу. А сейчас о том, как я строю. Вот, у меня вот здесь вот сейчас идет первый и второй фундамент арендного поселка. Под названием, если вы помните, Русский авангард. Проект Русский авангард. Это вот здесь 6 участков по 12 соток, на каждом из которых я придумал строить аж по 3 дома на каждом участке. Специально для аренды, потому что, вот видите, вот тот лесочек и забор. Вот за ним сдаются домики в аренду. По двадцатке в сутки. Вот сейчас, по-моему, в выходные двадцатка, в будни 10 тысяч рублей в сутки. И все занято чуть ли не на месяц вперед. Ага. И эта гребанная пандемия будет и в этом году, и в следующем. Короче, если вы помните, я сделал ролик о том, в чем заключается идея поселка Русский авангард. Вот ссылочка на него, можете посмотреть. И после этого набежали инвесторы. Старик, куда деньги нести? Я все это тормознул и сказал, ребята, я сделал ролик не для того, чтобы получить инвесторов, а для того, чтобы найти менеджера толкового, который всем этим будет рулить. И среди менеджеров ко мне обратились такие интересные люди. Ох. Вот этот новый огромный ангар, это у нас склад, и здесь же будет покрасочный цех, и все остальное для вот этого вот комплекса Русский авангард. Самое главное, что среди инвесторов большинство мне сказали, Глеб, не надо фигачить на 12 сотках аж три дома. Это перебор. Давай два. Причем ставь их так, чтобы эту землю можно было размежевать, разделить пополам по шесть соток. Чтобы дома стояли ровно, чтобы соответствовало все этим правилам. Там три метра до границы и так далее, и так далее. С тем, чтобы мы могли размежевать пополам и распродать. Допустим, одну половинку продать, а вторую себе оставить. Или еще как-то. Хорошо. Я прислушался, ребята. Это вы думаете, что я такой непрошибаемый, который гонит всегда все? Нет. Я слушаю умных людей. Значит, вот вам генплан проекта «Русский авангард». Но это генплан на три дома, которые на 12 сотках. А вот вариант. Мы уже перерисовали. Два дома на 12 сотках. Но, когда я стал все это ставить, вот я поставил там, где два фундамента. Это первый участок. Он почти голый. Но даже там мне пришлось один дом ставить по проекту, а второй поворачивать, потому что нужно сберечь каждое дерево. И вот здесь следующий участок – это участок номер 50 в нашем поселке Иерусалим наш, внутри которого вот эта вот арендная линия «Русский авангард» делается. Так вот, видите, вот этот фундамент на участке номер 50 стоит по-другому. Он совсем не по генплану стоит. То есть сюда, на 50-й участок, придуман индивидуальный генплан. А знаете почему? Потому что, смотрите, как классно обрамляют деревья. И вот кайф для человека, особенно если он арендует, да и для жизни тоже. Это чтобы твоя терраса, а вот эти вот шесть столбов – это терраса. Чтобы они были, смотрите, а? Прям в деревьях. И вот она, березка, вот этот вот орешник, и вот самое пекло, в самую жару у тебя здесь тенечек. Ты здесь сидишь в 35-градусную жару, выпиваешь, тебе ни жарко, ни холодно, а? А если бы тупо по генплану, как любят все наши строители и покупатели земли, снести всю растительность, поставить квадратно-гнездовым способом, как проще строить, а потом думать, а где же тенек взять? Может, какую-нибудь сосенку посадить? Ну, посади. Когда она вырастет? А вот оно. Все уже выросло. И вот я вынужден каждый участок, все дома ставить по-разному. Вот, видите, натянутая шнурка, как называют это строители. Раньше я считал их, так сказать, ну, как можно так говорить. А сейчас я уже сам говорю. Это шнурка, ребята. Это может в каком-то другом, в Институте благородных девиц или на филфаке МГУ называться как-то по-другому. А здесь на стройке это называется шнурка. Граница участка между участком 49 и участком 50. Для тех, кто с Луны свалился в мой видеоблог, объясняю. Значит, это поселок Иерусалим наш, в 45 километрах от Москвы на запад, между Волоколамским шоссе и Пятницким. 15 июля прошлого года здесь на 7 гектарах не было вообще ничего, даже дороги не осыпано. Сейчас, еще года не прошло, здесь уже строится 30 домов в разной степени готовности. Есть полностью готовы. Вот там, например, человек уже кухню себе завез, чего-то сейчас выравнивает въезд. В основном вот в разной стадии, в средней степени. Видите, в принципе, уже металл, вот эти огромные окна в пол. Это каркасные дома, 160 квадратных метров. И сейчас вот из 50 участков, которые здесь будут, 30 проданы, 6 уходят в проект «Русский авангард». И вот остаются где-то 10-12, которые продаются вот сейчас, действующая цена, 8 миллионов рублей за вот такой полностью дом с полной отделкой, под ключ, с землей, с оформлением «Заезжай, живи». Но без всяких выкрутасов, без золотых унитазов. Все базовое, вот так, как я живу. Вот когда вы подписываете контракт со мной, вы у меня на даче подписываете, вот в 15 километрах отсюда, и видите. Вот что такое вагонка штиль, вот как это отделано. Вот что значит жить в режиме здравого смысла без золотых унитазов. Но вот здесь, кстати, в этом поселке, некоторые люди год назад таки захотели золотые унитазы, и таки я не знал тогда, что надо отказываться и просто не брать категорически. Мы строим только такие дома, без всякой фигни. Ну вот, видите, они на бетонных сваях, они из сухого строганого дерева, вот это премиальный металл от компании «Грандлайн». Все круто. Теперь «Русский авангард». Значит, вот вся та дальняя линия, которая у леса. И я подумал, давай я на этой первой линии построю арендные дома. И тогда, в принципе, поселок готов. Вот я надеюсь, что первый участок с двумя домами будет готов прямо вот буквально через месяц-полтора. Ну и отлично. Останется до всего ничего. То есть в идеале бы к Новому году, чтобы закончить этот поселок, и, господи, может я перестану быть строителем и стану журналистом, как всю жизнь. Я, правда, разрываюсь. Вот у меня, например, классный политический ролик о том, как в Сочи расстреляли двух приставов, которые пришли сносить гаражи людей, которые там испокон века с советских времен живут. Понимаете? И мужик не выдержал, и насмерть двух судебных приставов. Ну вот, горжусь. Журналистика классная. Почти миллион просмотров на ролике. Ну а в проекте «Русский авангард» я искал, главным образом, не инвесторов, а менеджера, который будет не только строить все это хозяйство, возьмет на себя, но и дальнейшее управление. Потому что сдавать посуточно намного выгоднее, чем в долгую. Но хотя более хлопотно. И вот ко мне обратилась куча всякого народа, в том числе с разным опытом гостиничного бизнеса. Один, например, Георгий, привет, говорит мне, я сам сделал хостел где-то. Он у меня работал, и я его продал как готовый бизнес. Удумал, какой классный человек. Он очень оперативно приехал вот сюда, оглядел всю эту поляну. Он высказал мудрое соображение, что надо ставить два дома на участок. Он был один из некоторых людей, которые говорили это соображение. И я вас прислушался. Но после трех дней переговоров он мне говорит, я тут потратился на бензин, катался сюда. Можно мне это компенсировать? Нет, Георгий, нельзя. Либо вы занимаетесь стратегией, серьезным проектом, либо вы являетесь каким-то человеком, настроенным на мелочевку. Бензин я вам компенсировать не буду. И вообще с вами работать не буду. Значит, вот теперь, когда в проекте «Русский авангард» два дома на участке и 12 соток, я предполагаю, что уложусь в 10 миллионов рублей за все про все под ключ для инвестора. Вот типа приходишь завтра и за 10 миллионов получаешь через полтора месяца вот этот весь объект. Но до конца я не уверен. Тем более, что там два дома. Они разные. У них одинаковая база. Это две спальни, кухня-гостиная и ванна. А у одного из домов еще такая пристройка, башня. Ярко-красная. Вот как было принято в начале 20-х годов, знаете, русский авангард, яркие цвета, вот красная башня. Вот она, смотрите, по картинке. И внутри этой башни еще две спальни и одна ванна. Ну, а внизу котельная. Я думал, что эта башня будет одна на весь 12-соточный участок для трех домов и чтобы там жил персонал. Тем более, что изначально я думал, что надо каждому из домиков строить отдельную баню. И мы сделали проект, баня своего типа, в котором два помещения, между ними душик маленький. Как говорят, богатая баня. Не как я изначально хотел баню-бочку. Нет, меня все отговорили. А именно так посерьезнее. Но три бани и три дома на участке 12-соток это явный перебор. Тем более, что хлопотно баня и опасно. А вдруг они спалят вместе с этой баней еще и дома. Хотя и баня стоит отдельно. Поэтому от греха подальше. Значит, мы решили пока два дома и без всяких бань. Но запроектировано место для обеих бань. Может быть, одну ставим, начинаем сдавать в аренду и смотрим, что лучше, как получше пойдет. Не знаю. Это все сейчас делается методом тыка. И те особо умные, которые говорят, а давай мы нарисуем финансовый план. Ну, давай нарисуем. Будем полгода рисовать финансовый план. Начнется зима. Потом изменится курс доллара, цены. Все на свете. И в итоге вы не успеете ничего строить. Хочешь делать дело или бизнес? Бери и делай. Вот я такой. Я быстрый. А вот ботаники, которые не ко мне. И при этом мне нужен управляющий. Толковый, четкий, который ни одну копейку не упустит. А? Противоречие небольшое, да? Значит, я на всякий случай покажу вам проект, как выглядели три дома на 12 сотках. Потому что это была изощренная работа проектировщицы Антонины. Милейший, вдумчивый архитектор. Но он не для этой земли. Вот здесь, в 40 километрах от Москвы, пусть даже на запад, не такая дорогая земля, чтобы на ней втискивать на 12 сотках три дома. Этот проект, который вы видите перед собой, вот этот русский авангард в первоначальном варианте, это, я думаю, где-нибудь для золотой земли. Где-нибудь в Сочи у воды. Или где-нибудь в Ницце у воды. Или в Соединенных Штатах. Если они к тому времени еще не обанкротятся. Ладно, неважно. Значит, что я хочу сказать. Русский авангард, это, как вы видите, бока ярко-красные, ярко-черные. И их надо каким-то образом красить, чтобы это все было качественно и на века. Мы долго думали, чем отделывать эти бока. И мой прораб Булат, вон он там, на русском авангарде сейчас он делает фундамент. Значит, он мне сказал, ты знаешь, вот в синдике здесь на рынке стоит дом, у которого бока отделаны цементно-сручной плитой. И покрашена какой-то хитрой резиновой краской, что получается очень гладко. И я туда поехал и специально посмотрел, что за краска. Так, для нашего проекта «Русский авангард» мне нужна абсолютно гладкая ровная стена, которую я могу покрасить черным, белым или красным. И вот мне сказали, что здесь на выставке есть домик, в котором просто ЦСП, цементно-сручная плита, покрашена черной краской. И вот я хочу посмотреть, как это сделано. Да, вот ЦСП, судя по всему, 9 миллиметров. Ага. Какой краской она покрашена, я не понимаю. Говорят, какая-то резиновая, ну ладно. Ну вот торцы все прошли вот этим вот. Видите, швы просто деревяшечкой люди отделали. Ну и ничего страшного. Причем деревяшечка даже не доходит до самого конца дома. Да. Оставили большую щель. Я не пойму, что ЦСП расширяется. По-моему, оно мертвое. Ничего ему не будет. Там обычный продух. Ну, в общем, нормально. Судя по всему, мне нужно делать так же. Но вот я должен придумать. По-моему, здесь вот надо что-то другое. Не деревяшечка, а как-нибудь иначе. Посмотрим. Красочка, да? Да. Так, что это такое? Я что-то не пойму. Это не дюфа, это что-то такое. Да, Ликс, ну-ка, ну-ка. Сейчас, подождите. А, вот Дали называется. Краска резиновая для фас... Ее надо колеровать или она прям продается уже черная? Это заводской колеровки. Заводской колеровки. Да, углев. Так, это какая-то А. Она на воде? Да, водой разводится. Фига себе. И что, и долго будет? Я думал, резину хрен чем разведешь, кроме... Нет, первый слой надо один к одному с водой развести. Ага. Как грунт. Один к одному. А потом уже чистая. Она правда густая, как кефир. Ага. Значит, краска резиновая годится. А заодно я зашел в этот домик и познакомился с двумя строителями. Денис и Юра. Которые мне говорят, что мы вот этот домик, который стоит на выставке, делаем за 2 миллиона. 2,100, по-моему, они сказали. Но он совсем маленький. Я в него зашел, но там одна комната и по сути все. Если в ней уже какой-то делаешь ванну небольшую, вообще ничего не остается. Я не знаю, наверное, весь этот дом там 35 квадратных метров от силы. Ну, тем не менее, 2 миллиона 100. Я разговаривался, потому что они меня, конечно, знают. И говорят, Глеб, мы бы хотели тоже работать. Я говорю, что бы хотели бы делать? Ну, мы, говорит, прорабы. Мы, говорит, просто хотим строить. Интересно. Я говорю, и у вас прямо вот есть бригады. Вот прямо сейчас по щелчку хорошие бригады приехали. И вот прямо на фундамент, например, и на нем начали работать. Ну, нет, мы хорошо их знаем, но мы позвоним. Я говорю, нормальные бригады, конечно, сейчас заняты. И для того, чтобы они начали строить, с ними нужно договориться на 2 месяца вперед. И вот на большом объекте, как у меня, шаг за шагом мы, так сказать, можем раз в 2 недели запускать новый дом. А вы нет, ребята. Но не мне учить их бизнесу. Они уже там 20 лет чего-то строят. И вот Денис, главный в этом симпатичном домике, говорит, что вот ему заказы поступают. Все-таки домик, стоящий на рынке, работает. Но заказы всегда разные. Он вынужден их каждый раз проектировать, рисовать. То есть он не продает типовые дома. Очень трудный бизнес. Денис, привет. Я надеюсь, что этот ролик сделал рекламу вам. А вы даже и не надеялись, и не мечтали. На рынке Синдика. У меня ни телефона, ничего нет. Поэтому, если кому-то надо, люди сами до вас доедут, заглянут, и вы начнете что-то строить. Но не у меня. Извините. Да, ну и насчет новой земли, которую мне предложили. По новой Риге 40 километров. 16 гектаров. Сосны, река. А я не делаю там ничего. И пока не собираюсь. Потому что, помните, я в одном из роликов говорил вам, что я мечтал наладить, чтобы все эти стройки стали как Икея. Знаете, недорогой, но очень качественный, типовой, такой вот проект, одинаковый. А я не могу наладить, чтобы это работало как машина без меня. Я должен сам здесь постоянно, так сказать, лазить по этой стройке, рулить. И каждой бригады это вот бесконечно надо нянчиться. Не знаю. Может быть, все-таки найдется какой-то выдающийся менеджер всех времен и народов, который наладит компанию Икея, чтобы она прям вот эти домики мы строили офигенные. Не знаю, ребятки. То ли еще будет. Вот оно. Сухое, строганное дерево. Как вы любите, да. Это самые качественные каркасные дома в России. Даже в Америке попроще делают. А мы стараемся. Делать нам не хрена.